Об итогах работы прокуратуры города мы рассказываем в рубрике «Прокурорский надзор». С 22 по 26 июня надзорное ведомство провело 29 проверок исполнения действующего законодательства. По материалам проверок надзорным ведомством инициировано 4 уголовных дела. За прошедшую неделю прокуроры приняли участие в 261 судебном заседании. Для разрешения в надзорное ведомство поступило 472 обращения граждан и юридических лиц. Севастопольские прокуроры изучат законность установки турникетов на пляже Аквамарин. Соответствующая проверка была инициирована на основании публикаций в средствах массовой информации и поступивших обращений севастопольцев. В ходе проверки будет дана оценка законности действий лиц по размещению металлических конструкций, препятствующих входу на пляж. По итогу проверки надзорного ведомства будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Напомним, сообщения об установленных турникетах на пляже Аквамарина появились в социальных сетях в начале июня. Севастопольцы активно выражали свое возмущение тем, что береговая линия оказалась доступной только для посетителей комплекса, у которых имелись специальные магнитные карты или за отдельную плату в 500 рублей. Один из специалистов Севреестра обвиняется во взяточничестве. Прокуратура Гагаринского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против севастопольца 1981 года рождения. По версии следствия, посредник предложил и обвиняемый согласился принять 50 тысяч рублей в качестве вознаграждения за вынесение решения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за самовольное занятие земельного участка. Однако в момент передачи взятки обоих злоумышленников задержали правоохранители. На данный момент обвиняемый находится под домашним арестом, а материалы уголовного дела направлены в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Проректор по строительству Севастопольского государственного университета оштрафован на 150 тысяч рублей за неуплату по государственным контрактам. Пострадавший предприниматель обратился в прокуратуру Гагаринского района города для восстановления справедливости. Установлено, что между субъектами хозяйствования и университетом заключено 5 государственных контрактов на осуществление строительного надзора за строительством объектов федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2022 года. Предпринимательным обязательства по контракту выполнены. При этом проректорам по строительству университета своевременно не приняты меры по оплате за оказание услуг. По факту нарушения районная прокуратура возбудила в отношении проректора пять административных дел, которые были рассмотрены и удовлетворены Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и Севастополю.